Так вот, Антонина, прошли мои праздники. Да, я даже не знаю, это были у тебя какие-то рабочие праздники, я думаю, что поэтому для тебя не составило никакого труда 9-го числа проводить эфир. Встать в 4 утра и отправиться на работу. Но не всем, не всем так легко, как тебе и мне прийти на работу. А может быть, многие идут на нелюбимую работу, но в принципе не проблема. Прямо сейчас у нас в студии уже есть гость, это Наталья Кулиш, психолог, которая поможет разобраться и, наверное, настроить на правильный лад, на рабочий лад. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы стали говорить о том, что не у всех начало рабочей недели праздничная. Вот как вы встретили первый рабочий день? Прекрасно встретила рабочий день, потому что я занимаюсь любимым делом. То есть в этом весь секрет? В этом весь секрет. И действительно, работоспособность падает на 50% после праздников. Ну, то есть, подождите, конечно, понятное дело, на любимую работу ты идешь с удовольствием, но, к сожалению, 70 или даже 80%, наверное, наших жителей идут на нелюбимую, но оплачиваемую работу. Я бы не стал так прямо драматизировать. Я все-таки, предваряя Антонину вопрос, хотел бы спросить, а почему 50% работоспособности это очень много? С чем связана такая, простите, расслабленность? Потому что хочется вновь и вновь предаваться приятным воспоминаниям празднования, детских эмоций, путешествий, общения с близкими, с друзьями. И трудно настроиться на рабочий лад. Ну, на самом деле, то, что трудно настроиться, это хорошо, да, это понятно. Это хорошо или плохо? Это хорошо и понятно, но как этого избежать, как войти в эти рабочие будни, чтобы... Ну, хотя, в принципе, два рабочих дня, потом два выходных. Да, нам действительно очень повезло, что на этой неделе два рабочих дня всего, и есть время на перестройку. В чём секрет? Конечно, хочется дать несколько советов. Если работа вас мотивирует, если вы ходите туда, ну, хотя бы ради зарплаты, да, ради самореализации, ради интересного проекта, то это уже хорошо. И здесь важно найти баланс между отдыхом и работой. Может быть, не включаться сразу на 100%, а дать себе время на адаптацию. То есть может подвести итоги предыдущего года, может быть, спланировать какие-то интересные проекты, может быть, сгенерировать идеи, которые будут востребованы, и вы очень вдохновитесь этой идеей, и всё пойдёт как по маслу. Саша, не надо сегодня на 100% включаться в работу. Не знаю, я хочу сказать, я по-другому не могу. Вы знаете, поделюсь просто как на душе тем, что наболело. Вот казалось бы, ой, как надоела работа, как уже устал, там столько всяких проблем и дел. А вот сидишь потом на выходные, боже, чем же себя занять, как же хочется на работу. И вот такая вот получается, как сказать... Дилемма. Дилемма, да. Буриданов осёл своеобразный. Вот как в такой ситуации это быть, когда и работать не хочется, и без работы не можешь? Ну, это такая перезагрузка, да. И человеку очень важно получать впечатление и чередовать отдых и работу, чтобы не погрузиться в стресс. Достаточно заботиться о своём организме, хорошо высыпаться. После новогоднего стола очень важна сбалансированная диета. Можно кушать чаще, чем обычно, но меньшими порциями, чтобы дать организму время на восстановление. Очень важны также и витамины. А кому сложнее вообще включиться в работу? Те, которые отдыхали, те люди, которые отдыхали активно, то есть ходили на каток, катались на водтрушках, отправлялись в путешествия, в горы, или те, которые проводили всё-таки выходные дома на диване и смотрели фильмы рождественские новогодние? На мой взгляд, легче тем, кто активно проводил свой отдых. Потому что активный отдых – это выход эмоций, в том числе и негативных. И чтобы включиться в работу на 100%, конечно, важно очиститься, перезагрузиться от эмоций. Действительно, это так. Ты успела перезагрузиться? Я ещё не успела перезагрузиться. Я предлагаю нам с вами, Антонина, сделаем с вами такой блокбастер. Антонина, точка, перезагрузка, точка. Хорошо, тогда маленькое упражнение от Натальи Кулиш. Какой самый важный человек в вашей жизни, Антонина? Я, наверное. Ты мой соведущий на втором месте, она первая мужа. Хорошо, следующий вопрос. Какое самое важное дело в вашей жизни, Антонина? Вы знаете, дел так много, что я думаю, самое важное – это карьера. А теперь правильный ответ. Самый главный человек в вашей жизни – это тот, с которым вы общаетесь в данную минуту. А самое важное дело – это то, чем вы занимаетесь в данный момент времени. Почему? Потому что человеку важно находиться в моменте «здесь и сейчас» и получать от этого удовольствие. Если это так, вы занимаетесь любимым делом, то каждая минута и каждый день будет праздником, и перезагрузка вам не понадобится. А вот он, в чём секрет, на самом деле, да? О, вы знаете, прямо елеем на моё сердце, израненное, полили. Но вообще, на самом деле, не всегда хватает времени для того, чтобы перестроиться. Вот ты входишь в эти рабочие будни, и нужно очень быстро и структурированно работать. Может быть, какие-то есть упражнения, действительно, как-то отвлечься от работы. Может быть, ну, что делать, если ты сидишь за рабочим столом, вот как мы, с 5 утра до 7 вечера. И нет времени для того, чтобы… Даже в те короткие минуты, когда у вас есть перерывчики, важно вырабатывать здоровые привычки. Например, офисная гимнастика. Есть у вас 5 минут, да, есть у вас стульчик. Вы можете поотжиматься, поприседать, может быть, делать какие-то упражнения в паре, как-то друг друга смешить, веселить, и тогда уже следующий час, следующие 2 часа они будут на другом. Вы знаете, я как-нибудь обязательно вас пригласим в нашу редакцию. У нас всегда очень весело. У нас не так много, так сказать, людей работает в одной комнате, но мы всегда так веселимся. Чего стоят шутки Таняки Балыкина? Это же вообще просто юмореско. Это юмореско. Варановикова. Знаете, вообще, на самом деле, я хотела еще кое-что спросить. Вот если ты работал в празднике, и все праздничные дни, пока многие отдыхали и очень весело проводили время, ты работал как конь. Что делать? Как не впасть в моральную такую депрессию, усталость? Потому что ты и не отдохнул толком, потому что пока все отдыхали, и снова в работу. Я поняла. Здесь главное не погрузиться в стресс. Опять же, выделять достаточно времени в течение дня, если нет отпуска, нет отдыха и нет выходных, то хотя бы в течение рабочего дня выделять такие себе перерывчики. Потому что мы больше всего утомляемся от монотонности, от рутины. И когда есть возможность хотя бы выйти на улицу, посмотреть на деревья, посмотреть на проезжающие машины, пообщаться с коллегами, поделиться теми же впечатлениями от праздника, от детских эмоций, от подарков, от своих путешествий, то тогда уже и к работе вы возвращаетесь по-другому. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу, но вот последний вопрос. Хотела я все-таки спросить. Как правильно себя настроить? Настроить? Да, вот именно настроить, чем-то заняться после работы. Сходить в тот же театр или сходить на прогулку, или, не знаю, увидеться с друзьями. Просто ты так устал после этих первых рабочих дней. Как? Новые впечатления очень важны. И, возможно, первый шаг, он самый важный и самый высокий. Если вы преодолеете первую ступеньку, то потом уже общение будет более качественным. И вспоминайте этот секрет, что самый важный человек — это тот, с кем вы общаетесь в данный момент. Пускай не все получается в работе, или вы устаете, или что-то происходит еще, но вспоминайте тот секрет, что очень важно перезагружаться. Спасибо большое вам. Спасибо большое. Оставайтесь пока с нами. И я думаю, что вместе с нами мы посмотрим наш следующий сюжет, новости интернета. А пока я напоминаю, что в гостях у нас была Наталья Кулиш, психолог. И я думаю, что те советы, которые вам дала Наталья, будут как нельзя кстати. Продолжение следует...